всем привет с вами ваш переводчик к слухам и сегодня мы будем смотреть удаленную реакцию седрика гигеля на песню димаша хайран едем поехали добро пожаловать на мой канал меня зовут седрик гигель я актер режиссер сценарист и youtube реактор у меня был небольшой перерыв на ютубе последние три недели я был занят переездом я переехал с филадельфии в рот-айланд я также был занят съемками нужно было уложиться в сроки но теперь я снова здесь и мне не терпится уже приступить так как последний раз когда я смотрел димаша это была песня любовь уставших лебедей в любом случае это было потрясающе я в волнительном ожидании много людей рекомендовали это видео и честно говоря я забыл про это прошу понять и простить мне также написали что димаш режиссировал это видео на это очень и очень интересно смотреть когда артисты пробуют себя в режиссуре особенно на певцов они впечатляют больше всего потому что это влияние от режиссеров с которыми они работали до этого плюс их собственный вкус вот это их чувство музыкальности и это очень важный момент музыканты смотрят на мир другими глазами чем все остальные вот например я как режиссер и актер вижу мир по-своему а вот именно музыканты могут удивлять своими визуальными решениями они изображают вещи по-другому они чаще используют больше таких отрывистых кадров или наоборот плавных кадров в которых все замедляется и они очень хорошо понимают как изобразить звуковую кульминацию и так далее это длиннющее видео больше 7 минут посмотрим что он сделал как он использовал свои таланты его взгляды на то как мир взаимодействует сам с собой мне очень интересно посмотреть как он проявит себя в таком творческом поприще я его ярый фанат как вы знаете и мне уже не терпится посмотреть это видео спасибо вам за ваше терпение спасибо что остаетесь со мной и спасибо всем кто делает донаты реквизиты в описании дело в том что с этой деле является режиссером и актером и сценаристом в общем он самый глазастый реакционер из всех кого я знаю потому что он у него талант замечать какие-то мельчайшие детали и придавать им значение возможно так есть а возможно это его фантазия давайте проверим это красиво Есть в этом что-то в стиле Зака Снайдера Это был комплимент к этой работе Я хотел бы посмотреть, что тут было сказано У меня были включены субтитры, но там не было перевода Поэтому я хочу понять, что там было У меня такое ощущение, будто бы это предисловие какому-то мифу о сотворении мира Или это что-то о создании мира И о войне, голоде и герое, который бросил всему этому вызов Это мои догадки, основанные на том, что я увидел Прошло 5 минут В общем, я ничего не нашел Если у вас есть перевод, скиньте мне ссылку на него Если чисто визуально, я полагаю, что все это снято вживую Все выглядит очень правдоподобно И это отлично снято Я не знаю, кто является основным режиссером Но видно, что у него большой опыт за плечами Это хорошо, что там сложился такой творческий союз Между технарем и самим артистом Какое же прекрасное было начало Все снято таким безлюдным И пустынным И высушенным Такое ощущение Полного одиночества И уединения Умиротворенности Я просто хочу сказать, что это очень и очень крутые кадры Я только одну минутку посмотрел Прекрасно Прекрасная кинематография В этом есть что-то священное Это съемка со всех сторон и под низким углом Когда этот инструмент предстает перед нами сверху Субтитры создавал DimaTorzok то что мы используем в кинематографии этот треугольники все ведется весь фокус сводится к нему это притягивает взгляд все как бы масштабируется с точки зрения цвета все немного размыто в какой-то степени преобладает серый цвет и это все превосходно сделано у них получилось визуально это передать будь то это в древности будь то это не имеет времени словно они сняли это вчера и могли снять это также 2000 лет назад это крутое творческое решение и это не преуменьшает красоту которая в кадре а наоборот дополняет потому что все в такой чудесной приглушенной палитре я говорил про зака снайдера здесь многое напоминает его работы много крупных планов особенно этот инструмент снятый со всех углов есть чувство чего-то священного если судить потому как все снято я не знаю о чем конкретно эта песня но я определенно думаю что в этом есть какая-то духовная сторона уверен все станет на свои места как только мы досмотрим это видео я помню это видео потому что я переводил его дольше чем обычно так как cedric говорит непростыми словами он изъясняется терминами из его сферы из дежиссуры и так далее думаю это того стоило может быть эта песня о любви к родине возможно так и есть что я уже не знаю а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И все это становится чем-то единым И он поет о своей святой земле О том, что где-то слышится детский смех Ощущение, что это не подвластно времени И в этом видео Нет ни одного определенного места Все отлично снято Это настолько завораживает, что трудно отвести взгляд Настолько, настолько прекрасно Как же красиво Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В вокальном плане Я не думаю, что он здесь делает что-то безумное Или запредельное Но вот в чем дело Никогда не знаешь, чего от него ожидать Но вот в этой песне Он больше хочет передать смысл Я не знаю слов этой песни Но там поется вот так Что-то такое Очень красивая последовательность Здесь такие прекрасные взлеты и падения Которые он пропевает Это как Это почти как Не то, чтобы спето с любовью Здесь есть какое-то нежное отношение К каждому пропетому звуку Будто Будто это самые важные слова для него И он произносит их Каждой клеточкой своего тела Это имеет такую структуру Это все связано Это так дивно перетекает Туда-сюда И я не думаю, что это совпадение Что они показывают нам столько водоемов Где все стекается и соединяется во что-то одно Вода здесь важная сторона жизни Это свято для него Мне это просто на самом деле очень нравится В этом бы не было ничего такого безумного В том, что они делают визуально Если бы не было того, что они пытаются сказать И того чувства, что они должны это сказать Все в аккурат Ни больше, ни меньше Я не понимаю Как можно не любить то, что вы сейчас смотрите Еще одно качество, которое есть в Димаше Кроме его голоса, таланта и тысячи других вещей Это его патриотизм Это его любовь к родине За это я его люблю еще больше Мне очень нравится его отношение к своему народу И вот все эти песни Именно выпустив эту песню Он же не искал какой-то коммерческой славы Или не искал какой-либо выгоды Он это сделал для своего народа Ведь эта песня будет жить теперь в веках И когда-то дети в школе Возможно, мои внуки будут петь ее на уроках пения Он играет вслед за этой мелодией КОНЕЦ Так вот, почему этот момент смотрят чаще всего Я хочу вернуться к моменту, когда капнула капля крови Получается, все это было намеренно сделано Когда все было однообразно И мы привыкли к этим все так же потрясающим бесцветным пейзажам И потом капает кровь Появляется огонь И мы видим, что страсть и жизнь Это то, что придает всему этому смысл Страсть — это огонь Любовь — это жизнь Вот что придает священность этому месту Понятно, что Димаш на самом деле не в огне Но это визуальная метафора для передачи смысла Я также думаю, что пианино, на котором играл этот джентльмен Причем чудесно играл Мне кажется, оно горело по-настоящему Это не выглядит как спецэффект Я могу ошибаться Но вы видели, как он отклонялся назад, когда играл Либо это для придания аутентичности Эти визуальные метафоры От которых Дрожь по телу Это чудесно Выглядит правдоподобно Субтитры создавал DimaTorzok А теперь пошел дождь Субтитры создавал DimaTorzok Какой прекрасный, разряжающий аккорд И мы видим все в зеленом цвете жизни Как я понял, они отдали жизни Они пожертвовали собой и так вернули всему жизнь Это что-то типа молитвы Я полагаю, это была молитва И они просили вернуть жизнь Мы видели эти кадры с водой Где вода встречается с землей Где разгорается огонь И возможно, я полностью ошибаюсь Но все-таки это было красиво Этот припев, который он постоянно напевал Просто Это напомнило мне церковный гимн Я слышал подобное своей церкви И я до сих пор придерживаюсь такого мнения Что в этой песне Каждое слово означает что-то важное Что-то за гранью понимания Что-то за гранью времени и физики Вот что особенного в Димаше Его песни для него не просто песни Они реально что-то значат Поэтому все так красиво получается Я без ума от этого видео Спасибо вам за терпение Особенно, когда я углублялся Он просто... Вот если вдуматься в слово артист То он... Представитель самого высокого уровня И нам нужно просто наслаждаться им Большое спасибо Увидимся совсем скоро Мне он просто нравится И я думаю, буду говорить так В конце каждого его выступления И это чистая правда Если я так говорю, значит это правда Я в режиме постоянного восхищения Не знаю, каким образом И как такое возможно Он великолепен Спасибо за просмотр Спасибо, что вы со мной Пейте больше воды Берегите себя Увидимся в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok